Спасибо, Нурсултан Абишевич, уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета, уважаемые участники заседания. Прежде всего, хочу начать со слов благодарности в адрес казахстанской стороны за прекрасный прием и традиционное гостеприимство, а также за блестящую организацию нашего юбилейного саммита. Хочу также поздравить первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева в связи с присвоением ему звания почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. Ваша роль, Нурсултан Абишевич, в формировании союза поистине неоценима. Как не раз мною было отмечено, мы настроены на максимально продуктивное участие Армении в Евразийском экономическом союзе и будем прилегать все усилия для усовершенствования механизмов сотрудничества и практического достижения четырех свобод. Уважаемые коллеги, по вопросам повестки сегодняшнего заседания хотел бы отметить следующее. Как председательствующая страна Армения придает особую важность расширению внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза. Мы нацелены на эффективное завершение переговоров с Сингапуром, Сербией, Египтом, Израилем и Индией. Соглашение с Ираном уже ратифицировано Национальным собранием Армении. Хотел бы проинформировать вас, что в ходе моего недавнего визита в Пекин на встречах с председателями и премьером Китая соглашение о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом упоминалось как один из ключевых факторов, способствующих росту экономического сотрудничества между нашими двумя странами. С удовлетворением хотел бы отметить прогресс, достигнутый в переговорах с Сингапуром, несмотря на то, что они, по сути, ведутся по трем отдельным направлениям – по товарам, услугам и инвестициям. Принимаю вам внимание, что переговоры по соглашению о свободной торговле уже практически завершены, а переговоры по соглашению о торговле услугами и инвестициями находятся на предфинальной стадии, считаю важным приложить все усилия для подписания пакета соглашения с Сингапуром уже в этом году. Хочу также проинформировать, что в июле этого года я планирую посетить Сингапур с визитом, в ходе которого сделаю все возможное для обеспечения прогресса в этом направлении. Республика Армения активно участвует и поддерживает процесс создания и реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза. Придаем особую значимость деятельности групп по созданию специальных правовых режимов, регулятивных песочниц, по организации работ электронного документа оборота, цифровых транспортных коридоров, а также по созданию центров цифрового развития. Уверены, что динамичное развитие работы, проводимой в рамках цифровой повестки ЕАЭС и направленной на расширение возможностей государств-членов, будут способствовать повышению уровня сотрудничества и создаст комфортные условия для бизнеса. Движение по намеченному направлению позволит государствам-членам повысить свою конкурентоспособность, увеличить торговлю товарами и услугами как между государскими членами, так и с третьими странами. Формирование общего электроэнергетического рынка Союза позволит государствам-членам наладить сотрудничество на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, обеспечения добросовестной конкуренции, исходя из экономических интересов производителей и потребителей электроэнергии. В этой связи Республика Армения приветствует подписание протоколов о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, подготовленных с целью дополнения методологии осуществления межгосударственной передачи электрической энергии между государственными членами, учитывая особенности присоединения к ЕАЭС Республики Армения и Киргызской Республики. Выносимые в методологию изменения позволят формировать принципы планирования, определения и согласования объемов поставки электроэнергии между государственными членами. Они также позволят сформулировать принципы сотрудничества между системными операторами государств, членов и третьих стран. В завершении хочу отметить, что будем рады приветствовать вас в Ереване на очереднем заседании Высшего Евразийского экономического совета 1 октября сего года. Благодарю за внимание. Друзья, а сейчас слово предоставляется президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Благодарю вас.